Всем привет! Меня зовут Аня, и вы на моём канале о жизни в Германии. В этом ролике я расскажу, сколько реально стоит месяц жизни в Германии без приукрас, что сколько стоит и какой прожиточный минимум. Погнали! Итак, следует сказать, что в этом ролике я говорю сумму на двоих людей. В моём случае это мой муж и я. Детей у нас пока что нет. Естественно, если у вас есть дети, то сумма будет увеличиваться, но государство платит за ребёнка примерно в районе 200 евро, возможно даже немного больше. Поэтому не страшно, денег на ребёнка вам хватит. Итак, в нашем случае мы снимаем квартиру, у нас есть машина, как у любого человека в Германии есть какой-то кредит. Вопрос в том, только у каждого какой и какую сумму они платят. Но здесь кредиты есть практически у всех людей, я думаю. И это нормальная история для Германии. Питаемся мы, я скажу, наверное, среднее, то есть всегда есть что поесть в холодильнике, но это не самые дорогие продукты. Следовательно, я буду рассказывать про средний реальный уровень жизни в Германии. Начну я, пожалуй, с самой большой затраты в нашем бюджете. Это аренда квартиры. И за нашу квартиру в 50 с чем-то квадратных метров мы платим 800 евро и отдельно оплачиваем электричество. Электричество обходится нам в 75 евро в месяц. Пока что в конце года будет перерасчёт этой суммы. И если будет показано, что мы тратим меньше электроэнергии, чем мы платим, у нас будет перерасчёт. И ежемесячно мы, допустим, можем платить уже в следующем году 50 евро. Плюс сумма перерасчёта. Допустим, вы использовали электроэнергии на 200 евро меньше, чем вы заплатили. То есть эти 200 евро будут уже как заплочены, и вы несколько месяцев не будете платить по счетам электричества. Следующий момент — это, конечно, еда. И в интернете пишут о том, что на одного человека там около 300 чем-то евро уходит. Я не знаю. Мы питаемся, наверное, средне. Это неплохо, не очень хорошо. Средне, нормально, вкусно и всегда есть что покушать. Нам выходит в месяц около 300 евро на двоих. Возможно, даже немного меньше. Это с учётом каких-то доставок, то есть поесть в Киев-Си, в Макдональдсе, что-то заказать вкусненькое, да, там кофе. То есть вся еда обходится около 300 евро на двух человек. И поверьте, кушать там есть что. Ещё следует отметить, что сумма чека в магазине зависит от магазина. Есть магазины разных подклассов, наверное. То есть если я куплю сумму большую продуктовую корзину в магазине Lidl и в магазине Revy — это будут абсолютно разные чеки. То есть я могу закупиться едой в Lidl. Есть ещё нет, по-моему, но он идёт как дискаунт. Мы там ещё ни разу не закупались. Но я думаю, что там намного дешевле. И если ваш бюджет урезан, то тоже можете туда, допустим, сходить и закупить какие-то важные продукты. Главное, там, не знаю, крупы, мясо и что-то в этом роде. Но когда мы идём в время покупать какие-то вкусности, мы можем сплотить 50 евро, допустим, и там будет, ну, небольшая чележечка, может быть, даже корзинка. В Lidl мы можем купить основную часть наших продуктов на 120 евро на целый месяц. Естественно, можно ещё приплюсовать, наверное, евро 50, потому что я хожу в магазин, покупаю сметану, когда она заканчивается, да, там, яйца, хлеб и всякое такое. Но разовая большая покупка у нас происходит один раз в месяц. Итак, основная часть растрак выходит у нас примерно 1300, это 875 за квартиру и около 300 евро на еду. Дальше считаем. Раз в три месяца мы должны оплачивать радио, даже если вы не слушаете его. 30 евро раскиньте на три месяца, плюс там ещё 10 евро. Дальше у нас есть машина. Мы её заправляем в месяц примерно на 80 евро. Стоит указать, что ездим мы на ней в магазин, куда-то погулять, возможно, что-то посмотреть, и в основном на выходных. То есть если вы едете на работу на своей личной машине, то, естественно, ваши растраты на машины будут намного больше. Что касается кредита. Наверняка у вас, если вы живёте в Германии, тоже он есть, или в конце концов он будет, потому что здесь берётся практически всё в кредит. Сразу можете прибавлять, скажем, 200 евро, да, в среднем за ваш кредит. Я не знаю, на что вы берёте или возьмёте, но в основном 200 евро на кредит обязательно уходит. Что касается связи. Абонемент моего мужа 50 евро, мой абонемент вместе с телефоном 50 евро и ещё 25 евро за интернет в квартире. Получается, у нас уходит. Итак, здесь плюсуем, получаем сумму в... сколько здесь будет. В итоге мы получаем сумму около 1700. Что выходит, что это, получается, у нас самый прожиточный минимум? То есть, конечно, если стесняют обстоятельства бюджет, можно закупаться меньше, можно тратить на еду меньше, можно пойти в магазин, который стоит дешевле, продукты, в котором стоят дешевле. Можно не ездить на машине, да, кредиты, как бы, если они есть, то по ним обязательно платить. Но получается, что на двоих сумма прожиточного минимума около этой суммы. И если вы думаете, да, что вы поедете и будете жить в большом городе, где зарплаты, естественно, большие, подумайте о том, что и аренда за квартиру будет гораздо больше. В Германии существует такой баланс. Если живешь в большем городе, зарабатываешь больше, больше тратишь. Живешь в маленьком городе, зарабатываешь меньше, тратишь меньше. Но процент остается один и тот же. К этой сумме нужно прибавить обязательно какие-то запасные деньги. То есть, все равно непредвиденные расходы, они случаются. Вам нужно купить одежду, нужно заплатить штраф, что здесь очень часто приходит. Потому что люди, которые приехали недавно, да, или не живут здесь несколько лет, мы еще не знаем всех правил и очень часто попадаемся на какие-то штрафы, где-то не то сделали и, естественно, не там припарковались или не на то время. Вот, пожалуйста, штраф. Даже можешь ехать на дороге, и у тебя будет недостаточное расстояние между машинами, не знаю, там незначительное, и тебе придет незначительное расстояние. Штраф придет около 30 евро. То есть, это все узнается на опыте и не быстро. Следовательно, вы все это будете знать аж не знаю через сколько лет. Либо и кто-то вам очень поможет и расскажет о всех нюансах жизни в Германии. В итоге получается, что жизнь в немецком небольшом городе, рядом с мегаполисом, да, обходится на двоих людей в две тысячи евро. Без излишеств, без позволения себе какой-то техники, дорогостоящих покупок и поездок куда угодно. В итоге получается, чтобы хорошо жить в Германии, нужно больше зарабатывать. Сэкономить здесь особо не получится. И если вы человек не с какой-то специальностью, без степени магистра или высшего образования, и вы работаете в разнорабочем магазине, на почте, делаете доставки или в каких-то других организациях ваша зарплата, она не будет превышать 2 500, 2 с чем-то. А изначально она будет вообще до двух тысяч, тысяча семьсот, тысяча шестьсот, где-то тысяча пятьсот. Но если человек работает, точнее в семье работают два человека, и один получает около двух тысяч, и другой около двух тысяч, даже полторы, то это уже достаточно для нормальной жизни в Германии. В нашем случае я пока что не работаю, и мы живем, то есть наш бюджет основывается только на зарплате мужа. Случаи, когда работают два человека, это совершенно другая история, и позволить вы себе сможете намного больше, даже без работы в таких-то больших компаниях. Но исходя из этого, если вы хотите построить вашу жизнь в Германии, и вы приезжаете, работаете разнорабочим, скажем так, вам все равно хватит денег на жизнь, то есть вы все равно будете иметь где жить, что кушать, пойти в парки, посмотреть что-то интересное. Здесь, между прочим, это бесплатно, и как ни крути, но жизнь все равно в лучшем. Спасибо за просмотр! В этом видео я поделилась с вами своей историей, своим бюджетом и реальной стоимостью жизни в Германии с реальными зарплатами для простых переселенцев. Вам желаю удачи и хороших зарплат в Германии! Пока-пока!